всем борщ привет из физкульт при этом вот борщульт привет борщульт привет ребята сегодня у нас борщик отличный борщик я как всегда с работы вика как всегда меня кормит про борщик я вам расскажу позже александр расскажет про борщик а я расскажу просто это копченое сало спонсоры нашего копченого сала и борща одни и те же. А капусточку кислую с маслицем душистым сучком делала я самостоятельно. Вот так вот квасила капусточку. Рецепт капусточки в телеграм-канале. Викуля забыла сказать, что мы вас приветствуем на очередной мукбанг-терапии с Викторией и Александром. Я тебя оставила. А, да? Дорогие наши друзья, животные нашего региона. Понимаете, как Дроздов мягко так говорил? Я тоже так буду говорить. Ну, что у нас там? Тут телятинка прям наваристая. Наваристая, да? Ну-ка. Очень вкусно. Ну, горячо, как обычно. А я люблю. Можно, Паша, позволь на меня так? Знаешь, он просто кончится, что ли? Блин. Ну, ладно. Очень наваристый, вкусненький. Чего? Немножко подсолить. Да. Я люблю, вот, я что-то в последнее время водичку очень люблю пить. Холодненькую, с лимоном просто. Ну, пей, что? Обезвоживание, организм. Ну, да. Не хотите ли укропчика сверху свеженького? Очень хотим. У меня на зиму обезвоживание начинается. Не знаю, почему. Ой, я сейчас как ворвусь. Как ворвусь, как ворвусь. Я уже ворвалась. Хочу, чтобы он подостыл слегка. Я не хочу. Я хочу огненный. И хлебушек. Мы это слегка поедим. Да, поедим, пока горячее. Да. Я пока горячее не поем, наоборот. Таньте, еще положить? Ну, пока норме. Слушай, ну. Борщ шикарный. Хотя, наверное, положи, чтобы он у меня подостыло быстрее. Вот, правильно. Вот так, да? Вот так. Я себе тоже. Значит, быстро расскажу про борщ. Это ребята наш, Володя Леонтьев и, так сказать, повар Илюша. Привет вам, ребята. Привет, Илюша. Спасибо за шикарный борщ. Они нам просто отлили чуть-чуть. Они делали в парке. Кормили своих друзей. Сделали огромную кастрюлю, 30-ти литровую. Ну, и нам немножко досталось. Но борщ шикарный. Всем привет. Я Илья. Сегодня я готовлю борщ для вас. Илья. Спасибо. Илья. 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 Жалобы на сессию. Коротенько. Сегодня у меня будет сессия с 11 ночи, в 11 вечера до 7 утра. Поздравьте меня, пожалуйста, все сердечно. Как говорится, да. Это влияет на всю нашу жизнь, окружающую. Да. Ну, я стараюсь, чтобы котичка все равно не голодал. Даже когда я уставша. Да? Ах, как ты такое ешь. Вот эта штучка, ребята. Досудилась. Ребят, вы тоже кушаете такое горячее? Я не знаю, он и моет посуду, когда он в кипятке. Он как будто у меня этот надзиратель ада. Печет перец и горячий борщ. Змея гордится. Я говорю, да, Сашенька у меня, что ты что-то от меня скрываешь, что твою вторую профессию. Илюша, борщец зачетный. Да, спасибо большое. Лучок синий. А еще, ребята же нам сальцо угостили домашнего копчения. Покажи, Виколь. Мы на стриме кушали, очень клево. Под борщец просто зачет. Илюша, спасибо. Как будто костром пахнет. Он говорит, какой-то его товарищ, приятель делает это сало. А мы подписались у него в инстаграм. А это? Да, будем у него заказывать. Очень вкусно. Можно немножко капусточки у вас? Да. Ваши самозасоленные. Может быть, если договоримся, в следующих мукбангах выложим ссылочку на его инстаграм. Да. Слушай, как вкусно. Слушай, поближе чуть-чуть. Вы не возражаете, Виктор Аксал. Не возражает. Хотите, я вам тоже закину? Да. Давай вот так. Опа. Честно сказать. Эту капусту тяжело заквашивать, потому что она здесь очень мягенькая, молоденькая, зелененькая. Да, молодоватая, да? Да. А вот белую, наверное, такую старенькую, ее здесь найти сложно. Может, у мексиканцев. Найдем. Из чего-то же сделают квашеную капусту нам. Тоже ничего такое. Салатик дадим. Да, просто надо зеленые листья обдирать. Они все зеленые там. Прямо внутри зеленые? Ага. Ладно. Сейчас мы лишимся капусты, его останется маленький. И тогда я чесночку с вашего позову. Вам можно, а мне нельзя, да? Нам обоим. Знаете, как вы думаете, почему, когда два парня говорят обоим, две девушки говорят обеим, а парень и девушка говорят обоим? Потому что это не две девушки. Но это же не два парня. Да нет, вот поэтому обоим. Ну, все, что за ваше мнение, почему так обоим? Блин, что ты? Как это, лингвистические упражнения. Да, как говорится. Вот только ведь напишите кому-то слова неправильно. Так, о, спасибо, что напомнил. А, да-да-да, уже пошли нам комменты с прошлого видео. Викуля просила. С прошлого видео пошли. Мы заказывали, загадывали. Какие самые смешные ошибки вы слышали? Я бы хотела чуть-чуть позже не зачитать, потому что я телефон не взяла, рассказать. А там было, как это, напомни. Кардигант двухличный. Мне понравилось. Там надо было запятую не ставить между словами. Это было кардигант типа, похоже на интригант двухличный. Наоборот, нужно запятую ставить? Нет, ну нужно, потому что два разных слова. А вообще смысл хороший. Кардигант двухличный. Кардигант, не кардигант, а кардигант. Ну, я очень часто слышала, люди говорят, двухличный, да. Один мой знакомый говорил, как это, утром, утром, вечером, утром, запятая, вечером удринеет. Удринеет? Да. Сальцо. Ну, типа, утро вечером удринеет. Тушечки свои, да, соленечки. Ребят, мы не снобы, говорите, как хотите. Мы сами тоже говорим так, ложат там, вот это, звонят. Мы тоже так говорим, поэтому... Залазит. Да, залазит вместо, как правильно сказать? Зализывает. А, залазит, залазит, залазит. Залазит и зализывает. До смерти, да? Угу. Сейчас, вот, огурчик. Так вот. И еще был комментарий про... Экстрептиза ДНК. Экстрептиза, да. Экстрептиза. 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 Спасибо всем, кто это писал. Ребят, там есть кто писал, но мы уже сейчас не вспомним. Да. Пишите еще. И мы в следующий молбангер зачитаем. Рубрика будет лингвистический. 3-14 с детства. Я помню нам в детстве какая-то была поговорочка, там, один доцент взял портфель, пошел в магазин, что-то там... По календору в пинджаке. Да, по календору в пинджаке купил Аполлоник. Сел на стула и сунул пальцы в резетку. На стулу. На стулу. И сунул пальцы в резетку. В резетку. И ему уже нас сказали, ну-ка, то побройся ты уже. А я тебе сосиски наложила. Да, долго смеялись над шуточкой гостей. Отмечательный, замечательный борсец, ребята. Я уже немножко наедаюсь, накидываюсь, но все равно класс, мясиком. Уж не помню, когда такой ел. Сам варю иногда, но немножко другой. Тоже хороший. Викулия варит. Прекрасный борщ. Да, ну, на спечу я добавляю чуть меньше мяса. Ну, мы скоро. Нет, ребята дали нам концентрированную форму. Вот. Саша. Без воды. Да. Такой рагу. Но мы клево. И мы чуть-чуть добавили. Что ты хотела сказать? Нет, я тебя никто не прибавляйте. Это самое. Я говорю, Саша удивляется, как я все запиваю водой. Даже польша, даже чай. Я не такой человек, а она такой запивалка. Я хочу еще печь. Меня в детстве мамочка назвала водохлеб. На, попробуй. Предыдущий был не очень. А этот, может быть. Осторожно. Я еще. О, ничего так. Ох. Упс. Да. О, это хороший. Ааа. Угу. Угу. Сальцем, сальцем, бебе. А еще. Осторожно. Сейчас есть в интернете такой челлендж. Девки берут и степарные. Такие пластинки. На них череп написано. One, что-то five minutes challenge. Короче. Такой. Прессованный перец. Самый ядерный в мире считается. И они эту пластинку крутсят. У них есть вроде черная. Они вот так сидят. Плачут на камеру. Ребят, я был в Мексике. Короче. Там такая тема. Подходишь такой стенд. И там перцы от одного до десяти. Я думаю, да ладно. Ну, такие бутылочки маленькие. С них уже экстракт сделан. Такой капельку капают. Так на палец капнули мне капельку. По-моему, третий был по шкале Рихтера. Перченого шкала. Я вот так вот язык намазал. Я полчаса бегал вокруг этого ларька, короче. А представляете, десять есть. Это просто. Я говорю, что так острое? Он говорит, very spicy, sir. Very spicy. Be very careful, sir. Давай мне третий. Он говорит, он такой смотрит на меня. You like spicy food? Я говорю, ну, я иногда ем такое острое лидо. Он говорит, very, very spicy. Ну, это бы, да ладно, третий. Десятый, наверное, спасет. Третий взял. А если бы десятый? Искали меня два дня. Ну что, может, добавочки, Бабе? Вторую серию мы в банго сделаем? Да, наверное, уже. Попожжи. Надо сначала это. Попожжи, да. Да. Сейчас я вот финальный аккорд. Я хочу вот хлебушка. Хлебушка ему уже за 3DNK, да? Могу поделиться. Поделись со мной чуть-чуть. Ну что, за вас, ребята. А, вот так, да? Ах, Викуля, ах, эпатажная ты моя. Как говорят, как говорится, мама говорит, пока не увидишь цветочки на дне тарелки, со стороны встанешь. Ну да. Ряд этих цветочков. Был виноградик такой, а потом мой котик разбил тарелку и получил. И мама дала тарелку на дне без цветочков. Да. Ну что, ребята, у нас сегодня такой фест-мукбанк. Мы наелись. Ребят, спасибо за борщик. Мы напились водой с лимоном. Не, я не знаю, мне не нужно никакой воды. Холодненькая, минералочка такая в зеленой бутылке. Ах, вкусно. Такой у нас проходной легенький мукбанк. Опять напоминаем, анонсируем наш стрим на Новый год, правильно? У нас будет еще стрим еще перед Новым годом. Да, у нас будет рождественский стрим 25-го. Ну, короче, у нас каждую субботу будет стрим до Нового года, да? Да. Осталось тут одна или две. Да. Так что кушайте с нами, решайте сами, лететь к нам через океан или не лететь. Как это, лететь ваш жир на тело или не лететь? Или просто подтереть уста. Утереть уста. This is life. Что такое утереть уста у своего любимого? И подтереть уста. А, все.